Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Александрович. Я являюсь ассистентом кафедры терапевтической стоматологии Смоленской государственной медицинской академии. В следующих фильмах мы хотим представить оборудование, эксклюзивно поставляемое фирмой Hexagon на российский рынок. Мы сотрудничаем с фирмой Hexagon на протяжении более трех лет. Все это время я являюсь ее клиническим консультантом и с удовольствием хотел бы поделиться с вами опытом применения качественного и современного оборудования. Аппаратная антибактериальная обработка парадонтальных карманов значительно превосходит возможности традиционной медикаментозной терапии и является высокоэффективным методом лечения заболеваний парадонта. Сюда же можно отнести и метод фотодинамической терапии. Суть фотодинамической терапии заключается в том, что в очах воспаления вводят специальный препарат, который называется фотосинситайзером. Он представляет собой раствор красителя, который способен избирательно адсорбироваться на мембране бактериальной клетки. При последующем облучении фотосинситайзера светом определенной длины волны активируется процесс перехода молекулярного кислорода окружающей среды в синглетный кислород и другие активные короткоживущие формы, которые разрушают клеточную мембрану бактериальной клетки, приводя к ее гибели. При этом, благодаря короткому периоду полураспада синглетного кислорода, он воздействует только на бактериальную клетку, на поверхности которой образовался. Ткани парадонта не повреждаются. Метод фотодинамической терапии начал использоваться в стоматологии сравнительно недавно и достаточно успешно, так как активен в отношении большинства микроорганизмов, являющихся причиной развития заболеваний зубов, слизистой оболочки полости рта, ткани парадонта. Метод применяется для дезинфекции корневых каналов и отпрепарированных кариозных полостей, антибактериальной обработки парадонтальных карманов и инфицированных тканей вокруг имплантов, лечении перекоронорита, лечении стоматитов. Мы имеем опыт клинического применения комплекса Фотосан, разработанного датской фирмой CMS Dental. В основе данного комплекса лежит светодиодная лампа, созданная специально для работы врачом-стоматологом, поэтому она не требует никаких дополнительных настроек. Светодиод генерирует свет с заданными характеристиками при минимальном теплоизлучении, что предотвращает повреждения мягких тканей. Комплекс включает также три типа световодов, и фотосенситайзер на основе талуидиного синего, трех степеней вязкости, низкой, средней и высокой, что позволяет быстро и эргономично проводить процедуру фотодинамической терапии всех вышеперечисленных стоматологических заболеваний. К преимуществам лечения с помощью комплекса Фотосан можно отнести мгновенный эффект, широкий спектр действия, отсутствие побочных эффектов, простоту в использовании, невысокую себестоимость лечения. Также при лечении Фотосан не развивается устойчивость микроорганизмов. Система Фотосан является единственной системой, использующей вибрационную насадку. Повышенная микроциркуляция во время ее работы увеличивает возможность контакта между фотосенсибилизатором и бактериями. При эндодонтическом лечении осуществляется механическая и антисептическая обработка корневого канала. Канал заполняется Фотосан сибилизатором на одну минуту. Каждый канал просвечивается в течение 30 секунд с использованием эндодонтической насадки. Корневой канал высушивается и пломбируется по стандартной методике. Процедура обработки канала хорошо видна на эндодонтическом блоке. Фотосенсибилизатор низкой вязкости легко вводится в канал. Насадка проникает на глубину, достаточную для активации геля. При лечении воспалительных заболеваний на первом этапе проводится снятие зубного камня и антисептическая обработка парадонтальных карманов. Также остановка кровотечения. Фотосенсибилизатор вводится в парадонтальные карманы на одну минуту. При лечении парадонтита глубокие карманы просвечиваются в течение 10 секунд с использованием длинной насадки, введенной в карман. При глубине кармана менее 4 мм он просвечивается в течение 10 секунд снаружи с использованием скругленной насадки, плотно прижатой к слизистой оболочке. При лечении кариеса после окончательного препарирования в кариозную полость вводится фотосенсибилизатор на одну минуту и просвечивается в течение 10 секунд. Концепт фотосенсибилизатор отвечает всем современным требованиям при лечении кариеса и его осложнений, воспалительных заболеваний парадонта и слизистой оболочке полости рта. Мы уверены, что в скором времени фотосенсибилизатор будет предлагаться всем пациентам в качестве стандартного лечения для достижения наилучшего результата. БАНА-тест является важной частью в ежедневной работе врача-стоматолога. Он используется как дополнительный метод обследования для раннего выявления воспалительных заболеваний парадонта и оценки эффективности их лечения. Также он будет информативен при планировании постановки импланта и дифференциальной диагностике причин галитоза. Тест БАНА представляет собой модификацию гидролизного теста, разработанного группой ученых во главе с доктором Лешей, школой стоматологии Университета Мичиган. Данный тест основан на способности трех анаэробных бактерий красного комплекса вырабатывать энзин, обнаружение которого свидетельствует о распаде коллагена. Тест БАНА это маленькая пластиковая карта, к которой прикреплены две полоски. Нижняя белая служит для нанесения пробы. Верхняя содержит хромогенный реагент, который вступает в гидролизную реакцию. В результате энзим, вырабатываемый тремя упомянутыми бактериями, проявляется в виде голубого окрашивания различной интенсивности. По интенсивности окрашивания судят о количестве микрофлоры во взятом материале. Одна карта предназначена для проведения от 1 до 4 тестов. Необходимо заполнить поля карты, записать данные пациента и номер зуба, в области которого забирается материал. Рекомендуется взять не менее 4 проб, по одной из каждого сегмента. Для этого необходимо от 1 до 2 карт. При заборе анализа из парадонтального кармана сначала снимается надесневой налет. Это необходимо для предотвращения ложноположительного результата. Затем вводится инструмент в основании кармана и производится забор его содержимого. Можно использовать скейлер, кюрету, бумажный штифт или зонт. Налет с поверхности языка можно забирать стерильным валиком. Необходимо каждый раз использовать новый штифт, валик или скейлер. Мазок наносится на белую матрицу в нижней части тест-полоски. После нанесения материала немного смочите верхний край полоски дистиллированной водой. Согните карту по линии для контакта двух матриц. Поместите согнутую полоску в отверстие термостата. При этом загорится индикатор, подтверждающий начало работы. В течение 5-7 минут при температуре 55 градусов происходит реакция. При отключении индикатора и появлении тонального сигнала извлеките полоску из прибора. Одновременно в приборе могут находиться две полоски. У каждого отверстия есть обособленный нагревательный прибор и таймер. После завершения цикла необходимо 10 минут для охлаждения прибора перед проведением нового теста. Результаты на верхней полоске можно записать в карту пациента. Или прикрепить полоску к карте. Так как окрашивание стойкое и может использоваться для сравнения с контрольным тестом после курса лечения. По наличию окрашивания тест-полоски можно говорить о присутствии бактерий красного рука. Косвенно об их количестве можно судить по интенсивности окрашивания тест-полоски. Чувствительность к определяемым бактериям тестов БАНа составляет 90%. Чувствительность тестов основанных на выявлении ДНК бактерий 92%. Таким образом чувствительность БАНа теста сопоставима с чувствительностью дорогостоящих и длительных в исполнении ДНК тестов. Продолжение следует...